Две части. Одна по существу такая обзорная. Так сказать, дает общую картину философии. Дескать, мы все знаем, знаем, слышали, слышали. Чтобы такого не было, чтобы мы, дескать, связь у нас вообще есть, чтобы мы ничего не знаем. Мы все про все слышали. Поэтому я сразу скажу, что вот эта обзорная часть, она на большую глубину не претендуется. Ну и понятно почему, потому что если это какие-то философские произведения, то их надо изучать. Но есть два пути изучения философии. Один путь, он такой вот описательный. То есть читать, 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 всех читать. И вот начнете вы все читать. Это не касается только философии, это касается и того предмета, который вы изучаете. И когда вы все просчете, что у вас будет в голове. Да, ну нет, это так, это в таком варианте, критическом. А в любом случае будет просто, вот если я все прочитаю, что библиотека и Академия наук. Что у меня будет в лучшем случае в голове? А? Да не знаю, у меня будет библиотека, у меня будет Академия наук в голове. И если вы меня спросите, в какой книжке что написано, я вам скажу. Кто я тогда? Буду я ученым. Нет, нет. Что, вот те люди, которые много читают, это кто? Просто много читают, много просчитали. Не с коня, во много раз больше, чем мы с вами. Кто они такие? Это какие люди? Как они называются? Можно я скажу? Начитанные. Ну, начитанные, и что? Мы начитанные, а вот чем отличается начитанный человек, скажем, от кандидата или доктора наук? Или наоборот, чем кандидат, доктор наук отличается от начитанного? Мы анализируем информацию. А? Мы анализируем информацию. Ну, анализировать это опять разлагать, раскладывать. Как раз не анализировать, а синтезировать умеет. То есть, это люди, которые есть идею какую-то, развиваются самостоятельно, самостоятельно. А как вы можете развивать идею, когда вам некогда ее развивать, вы только читайте, 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 читайте. Поэтому существует такая поговорка. Много знания уму не научает. То есть, кажется, вроде я как наступаю на такое, что надо читать книги всем хорошим, я обязан книгам и так далее. Но если вы будете все время читать книги, то это в лучшем случае вы будете, ну, кто? Вот, скажем, вы будете человек эрудированный. Что такое эрудированный? Эрудированный – это тот, который много знает. А много знаний уму не научают. Вот, а если я поставлю вопрос о том, а что такое умный человек, я не уверен, что вы мне сейчас ответите. А вот кто такой умный человек? Вот вы себя умной считаете? Ну, если вы считаете, если, ну, по крайней мере, люди-то стремятся, там, и вы стремитесь, и я стремлюсь, там, это критерии. А в чем критерии, как вот считать? То есть мы выяснили, что вот, если вы много прочитаете, это не торжественно тому, что человек умный. Ну, да, он его спросил, он ходячая эндиклопедия. Вот спросите меня про это, я вам отвечу про это, я вам отвечу про это, вам отвечу, и что. Ну, это вот студент, он на все отвечает, только он, это студент обычный, он забывает после экзамена, а этот студент вечный, он не забывает, он может все так вот и держит в голове, вот у него такая голова, и вот он все, вот, идет, и вот как его спросить, он опять, и все вам раскладывает по полочку. Ленин про Каутску писал, говорит, у него в голове есть ряд деревянных ящичков, деревянных ящичков в голове, в которых все произведения Маркса и Энгельса, все там, разложены и расписаны. То есть не скажешь, что он не знает этих произведений, он это знает очень хорошо, но из этого не следует, что он при этом станет теоретиком. Вы что такой умный человек? Ну, как вот думаете? Ну, что-то свое. Я мало ли, что свое могу, какую-то чепуху. Если свое, это мало, что свое. Какое-нибудь очень плохое, но свое. Нет, так это не пойдет. Понятие это общественное, это понятие не индивидуальное. Мало ли, что у меня свое. Вот я свое, у меня дважды два, три. А у вас дважды два, сколько? У вас, наверное, не свое, четыре, да? И чего, кто из нас умнее, если я дважды два, говорю, три, а вы, я свое, а вы не свое? Вы скажете, что он этот какой-то пришел и какую-то чушь несет, и все, какое-то это свое. То есть умный человек, это кто? Ну, как, вот у вас специальность какая? Вот реклама и связь с общественностью. Вы должны с людьми разговаривать. Это называется связь с общественностью. Какая общественность? Да кто угодно. Правильно? Ну, кто придет и хотят с вами поговорить. На чем? Вы их куда-то направляете к продвижению товара, но они, чтобы вы их направляли, вы должны на какие-то вопросы отвечать, вы должны с ними взаимодействовать. Причем на такие вот общие вопросы, которые, как бы, не сказать, что это формально такой философский вопрос, но если что за философия, то не можно на такой вопрос ответить, кто умный, кто не умный. Ну, это разве не вопрос философии? Это же общий вопрос. Он же всех касается. Ну, вот, значит, мы с вами уже решили, что если человек начитанный, это он, это не тождественно. Если человек ничего не читал, умным вы тоже не назовете, правильно? Значит, это некое, так сказать, вот единство. Человек должен быть и начитанный, и что? И что? Ну, вот давайте я вам дам определение, а вы оцените. Вот умный человек – это человек, который настолько способный и настолько начитанный, что может самостоятельно приходить к правильным выводам. Самостоятельно. Не то, что я вас за руку держу и пошли, я вам покажу дорогу. Это не то. Вы самостоятельно. Причем у разных людей по-разному. Один человек, вот, у него такой острый ум, он может мало читать, и он догадывается, догадывается, схватывает и изображает. А другой, он более основательный, он больше читает. Ну, если он только читал бы, он бы ничего не сделал, а он читает и такой тоже делает основательный такие выводы. То есть он и способный. Ну, вот, может быть, тот первый более способный, а этот менее способный. Ну, и в разных, они по этому разными наукой, может, даже занимаются. Одни вот больше связаны с накоплением фактов, а другие больше связаны с продвижением. Ну, и то, и другое должно присутствовать. Обязательно. И то, и другое должно присутствовать, и должно присутствовать при этом. Ну, известное время. Вот, если человек только читает, у него времени нет для обдумывания. А раз у него нет времени для обдумывания, он не может развивать свой ум. Поэтому вот люди, которые свой ум развивают, они не слушают лекции, как вы тут сидите. Они, значит, так освобождают свой ум для каких-то свежих идей. Чтобы там в этом, вот эти свежие идеи укладывались легко и хорошо. А вы будете с трудом это укладывать, поскольку вы... Это же диалектика, понимаете, вроде пришел раньше, а тут оказался в минусе. А тут пришел позже и в плюсе. Так ведь? Я чувствую, вы тоже сейчас водички попьете и, так сказать... Вот я сейчас вам задам вопрос на свежую голову. Умный человек это кто? Это кто? Умный. Как его характеризовать, да? Ну, определение, дайте умного человека. Мы уже разобрались, это по секрету от вас. Ну, мы считаем, что мы разбирались, потому что мы тут сидели, как бы с научным руководителем, а вы должны смело, так, на свежую голову, должны ответить. И это полностью закрывает то-то обстоятельство, что вы чуть-чуть позже задержались. Да вы думали, вы же думали, а мы не думали. Мы вот так обсуждали, ля-ля-ля. А вы, раз. Умный человек это кто? Умный человек, который сможет применить свои знания. Ну, может и применить, а может не применить, да? Как-то получается у вас интересно, может применить, может не применить. Умный человек, он знает, можно применить или нет. Правильно применить свои знания. Ну, что значит правильно применить свои знания? Ну, то есть человек знает, что если молоток, надо брать за ручку, а не за ту часть, которая тяжелая. Это имеется в виду? Ну, это азы, так скажем. А? Это азы, так скажем. Ну, как это надо же? Ну, мы же говорим, то есть наступило такое время для вас, наступило такое время, когда повторение слов, что для детей является величайшим достижением, правильно? Вот ничего не говорила, букву уже букву Р говорит. И может повторять все слова. Вот они повторяют, повторяют, повторяют. Причем повторяют уже прекрасно и болтают, и все повторяют. И поэтому у нас многие понятия, они с детства. А что это значит? Настолько вы к ним привыкли, что они все нам известны. Это вот Гегель специально пишет, что известно, еще не есть от того познанные. Более того, то, что они известны, это закрывает нам дорогу к их познанию. Потому что, ну, что вы будете думать о том, что всем известно? Ну, кому неизвестно, что такое умный человек? Всем известно. Ну, раз всем известно, попробуйте сказать. А, значит, пробуешь сказать? Ну, то есть, если я бы сказал, вам известно, что такое умное слово «известно»? Ну, известно. А раз оно известно, что думать? Есть такой анекдот про экономиста и обезьяну. Вот эксперимент проводили. Привели, обезьяну подвели к банановому растению. Это не дерево, а же трава. И показали ей, что там банан. Обезьяна любит бананы. Но ей так на палку в угол показывают. Думай. Она взяла палку, раз, банан сбила и ест. Потом привели экономиста. Ну, и экономиста почему-то здесь фигурируют. Не повезло ему. Подводят опять экономиста уже к этому. Он увидел банан, начал трясти. Ему говорят, думай, и так глазами показывают на палку. Он так обернулся. Когда думать? Трясти надо. Вот какой умный человек, нет? Вот умный кто? Не, ну, вам надо людей-то выбирать. Желательно как-то, чтобы умный был. Он какой-то дурак. Ну, вот мы уже тут обсудили. Ну, пока. Уже не будем. Да. Вот сейчас вам скажут. Расскажите, пожалуйста, соседи, соседки. Кто такой умный человек? Объясните ей. Это сочетанный человек, который может делать правильные выводы. Ну, как-то еще надо объяснять красиво. Красиво объяснять. Ну, вы же при движении. Что такое реклама? Так реклама должна быть. Меня учили, знаете, как вот? В ухо-горло-нос и речи в институте. Как надо говорить убедительно? Вот вы неубедительно говорите. Татьяна Осиповна Малина, педагог. Говорит, вы, Михаил Алексеевич, говорите неубедительно. А надо говорить убедительно. Вот убедительно будет так. Ба-бо-бу-бэ-би-бы. Убедительно? Ну, звучало, да. Ну, правда убедительно? Да. Да, здравствуйте. Значит, надо, чтобы было убедительно. Вот убедительно будет так. Умный человек. Этот человек настолько... Надо ее спросить. Вы не знаете, кто такие умные люди? Тут вот сидит трое, никак не могут ответить на этот вопрос. А реакция такая. Говорит, ну, чего вы нас спрашиваете? Ну, что, откуда мы можем такое знать? Мы сами не местные. Мы случайно попали в Санкт-Петербургский государственный университет. И вообще мы очно-заочные. То мы есть, то нас нет. Не спрашивайте нас. Да кто такой умный человек? Ну, гипотезу выделите, пожалуйста. Ну, это человек. Так, это правильно. Уже пошло дело. Уже человек. Так. Обладающий. Необходимыми знаниями и умениями. А что значит необходимыми? Как-то тут загадка такая. Как я узнаю, у меня необходимые знания или лишние? Ну, это должно предназначение быть, кстати. И что значит пользоваться? То есть я вот воспользуюсь такими своими необходимыми знаниями, чтобы украсть у вас телефон. То есть я умный, если я сумею украсть у вас телефон. Может, я просто хитрый и жулик. Ну, это же не значит, что вы не глупый? Если бы вы глупые, у вас бы не получилось. Не глупые. Все хитрые, не глупые. Все хитрые, потому что есть... Вот мы с вами и попали в эту... Вот в ту систему, которую рассматривает Гегель в науке логики. Что есть глупость, есть хитрость и есть ум. Вот ум выше хитрости. Хитрость ниже ума. А еще ниже находится глупость. То есть если человек придумал, как у вас украсть телефон, он уже не глупый. Но это еще не значит, что он хитрый такой. Например, Горбачев, он хитрый или умный? Горбачев. А? Кто он? Кто он? Ну, человек был генеральным секретарем, президентом. А потом, значит, там в какой-то пьесе Петя и Волк читают текст. Или пиццу рекламировал? Пиццу рекламировал. Ну, умный человек будет это делать, да? Ну, чтобы заработал денег. Может, и будет. То есть вопрос был не в том, кто хитрый человек. Кто хитрый – это отдельный вопрос. А вот кто умный? Ну, это начитанный человек, который умеет применять свои знания на практике. Начитанный. И что? Который умеет применять свои знания на практике. А что на практике? На практике я начитал, и теперь вам вот повторяю это. Повторяю я вам. Это практика. Я вот беру и читаю. Я тоже начитанный. И вот я, значит, выписал и читаю вам это делать. И думаете, если я умею читать и вам зачитываю, то я умный? Я с тоской, я вам сразу скажу, с тоской читаю, я терпеть не могу, зачитывать. Но какие-то вещи я вынужден зачитывать, потому что это обзорные такие вещи, ну что я могу сделать? И запомнить это немыслимо, потому что они никакой логике не поддаются. Выведение их так, как вы когда запомнишь, это приходится зачитывать. Поэтому думаете, когда я зачитываю какой-то чужой текст, это и есть ум. Блеск ума, когда я зачитываю. Нет, вы прочитали, получили какое-то знание. И вы знаете, как это знание применить в жизни? Не знаю. Откуда я знаю? Если вы умный, вы знаете. Знаю, как применить в жизни. Так это жулики. Они знают, как применить в жизни. Вот мы уже выясняли. Вот как. Вот я применю и телефону, вот сейчас разговор. Она будет уходить, посмотрит, а телефона уже нет. А как я это применил, она не узнает. Выведение, человек, это тот, кто постоянно выходит за свой предел. О, видал, какой рвок. Вот это да. Это человек, который развивается. Развивается. Который выходит за свой предел, он все время развивается. Да. То есть это правильно. Но умный, конечно, тоже выходит за свой предел. Но это высказывание об умном человеке, но это не его определение. Но определение мы уже вот тут обсудили. Мы когда были вдвоем, мы тогда все уже решили. А вы уже пришли, уже поздно. У вас хоть стало большинство, вы уже не можете изменить наше решение. Умный человек – это настолько начитанный и настолько способный, что он может самостоятельно приходить к правильным выводам. Не просто к выводам, не просто применять. Каждый как-то применяет. А он может самостоятельно приходить не просто к выводам, а к правильным выводам. Потому что если он не умный, то он к правильным выводам не придет. Сколько читай, не в коня корм. Он… Поэтому человек и способный должен быть. Если он не способный, то никакое чтение ему не поможет. Он способен только запоминать, и неизвестно, хорошо, что он запоминает, или плохо. Иначе повторяет, и все как попугай. Попугай же может повторить все, что ухожешь. И ворона может. А? Только если он умный. Чего нету? Ну, только если он умный. Попугай? Ну да. Нет. Попугай может повторить просто, потому что у него инкстинкт такой. Он может повторить. Вы только закройте его сначала тряпкой, он пусть выучит. Он знает, что когда вы снимете тряпку, он повторит, вы дадите ему корм. Вот в его ум очень понятен. Это как одна обезьяна, другое объясняла старая обезьяна, молодой. Что такое условный рефлекс? Вот смотрите, сейчас я нажму эту педаль. И придет вот тот человек в белом халате и даст мне банан. Вот это условный рефлекс. Эти думают, что это обезьяна учит, а обезьяна учит, что такое условный рефлекс у этих людей в белом халате. Так, понятно. Ну вот, мы знаем, что такое умный. А вот поскольку мы вот эту градацию рассматривали с вами, а хитрый где находится? Хитрый находится посреди. Хитрость. Сверху. Ум или разум. Хитрость и глупость. А что такое хитрость тогда? Или надо рассматривать ее как низшую степень ума, правильно? На переходе. Или как высшая степень глупости. Поэтому хитрые люди были, не факт, что они умные. Были очень хитрые люди, всех перехитрили и оказались в дураках. Запросто такое бывает. Поэтому умные и хитрые, это сейчас два разных понятия. Ну вот, так вот, мы с вами в этом плане продвигаемся. У нас существует два раздела. Один обзорный такой, в котором мы рассматриваем разные философские течения, чтобы у нас была какая-то общая картина того, как развивалась человеческая мысль. Но, если пойдешь по этой дороге, вот, скажем, вы начнете изучать историю философии, читать все произведения подряд. Ну и дойдете вы до третьего века нашей эры, и на этом жизнь ваша может и закончиться. Почему? Потому что много было произведений. Много было. Какой выход из этого положения? Выход из этого положения только один. Выход из этого положения, что надо опираться, если мы не специалисты вот в этой области, а если специалисты, тем более. Надо опираться на обобщающие произведения, которые подытоживают развитие этой науки за все время ее существования. Таких подытоживающих работ, таких вот фундаментальных систем философских, было всего, за все время существования, было и есть всего три. Первое – это система аристотелевская. Аристотель – исключительно умный, образованный человек, способный, который все рассмотрел предыдущие течения и построил систему формально-логическую, которой исключаются противоречия. Разобрал все суждения, все ему заключения, расклассифицировал их. Если вы будете его читать, голову сломите, потому что это очень трудно читать, потому что сложная эта вот вся систематизация высказываний. Он ее провел полностью. Там нечего уже больше делать. Все, в формальной логике все расписано. Только применяй. Потом, после Аристотеля, долгие годы прошли, считайте, целых две тысячи лет, и через две тысячи лет появилась всеобъемлющая система Гегеля. Это мы с вами, вот я ссылаюсь на науку логики, в которой есть логическая система. Сама по себе философская система Гегеля, она охватывает все вопросы, начиная от философии духа, философии природы, историю философии. Философию истории все охватывает. И охватывает даже такие вещи, как эстетика у него целый ряд там. То есть он человек исключительно односторонний, и в каждой области он копнул глубоко. Кроме чего? Кроме вопросов общественных. Почему не получилось глубоко? Потому что на идеалистической основе разобраться в природе общества невозможно. Он пытается вывести из абсолютной идеи, ничего не получается. Поэтому его интересная книжка, лекции по философии и истории, она, с одной стороны, интересная по частностям, а в целом неинтересная, потому что получается, что война – это выражение, идея абсолютная, революция – это выражение, идея абсолютная, и все, что не делалось – это выражение абсолютной идеи. То есть вроде как бы и объясняет, но никакого объяснения нет. Получается случайный набор. А когда он попытался применить диалектику, великое достижение его, то, что он представил как систему в книге «Наука логики», когда он это сделал, он попытался напрямую применить к исследованию права. Право. Получилась у него ерунда. Поэтому лекции, поэтому у него книга такая, философия права, содержит некоторые очень ценные и правильные мысли. Никакой там системы нет, и научности там нету, и не понял он, что такое право, потому что и нельзя его понять идеалистически. С одной или идеальностью. Кстати, поскольку у вас такая же ситуация, как у великих, вам же нужно, раз у вас связь с общественностью, вам могут спросить по любому вопросу. Право что такое? Кто скажет? Право. Кто говорит, имею ли я право? А что такое право? Знаете, как человек пришел к юристу, говорит, имею ли я право? А то он говорит, да имейте, имейте. Нет, я хочу спросить, имею ли я право? Да имейте, имейте. Имею ли я право? Так, имейте, имейте. Ну, дайте спросить, имею ли я право? Нет, не можете. А могу? Нет, не можете. А право имею? Вы имеете право Дворец в Ницце иметь? Да, но не могу Ну, право-то имеете? Да А вот бомж, который У него есть право на жилье? Сидит там Сейчас будет лето, там книжечки будут Приносят, сейчас книжечки выбрасывают Вместо них корочки ставят, а в них там открываешь А там водка Ну, такие сейчас продаются очень удобные Любую книгу Литературную, кладешь Вот книжки выбрасывают на помойку А тут, значит, ставят это все И вот он сидит, там солнце Диван выкинули, он сидит на диване Ни у него Платы нету, ни налогов Ничего ему не надо Никуда ничего сдавать Никаких экзаменов Ничего, совершенно свободно Сидит на помойке У него право на жилье Жилье есть? Жилья у него нет, конечно А право есть на жилье у него? У бомжа есть право на жилье? Есть, конечно Есть, конечно Великой французской буржуазной революции Вы против буржуазной революции, что ли? Нет, я вот слышу Это одна Марокко здесь Марокко одна здесь Экзамены еще сдавать придумали Это ужас И вам Марокко, и мне Марокко Вам, каждый будет мне сдавать Это же целый день приходить Каждый лично Я должен дойти до каждого А мне, чтобы дойти до каждого У меня знаете, сколько студентов? Ужас, это столько лекций, например И каждому надо еще требовать, чтобы он все это знал И вам несчастье, и мне несчастье А как закончится экзамен, ну вот оно, счастье А он там счастливый человек Ничего нет, ничего не требует А права все у него есть Только он не может эти права реализовать Это разные же вещи Право У вас есть вот право на жизнь? Есть А у тех, кто умер, что нет, было право на жизнь? Было Ну вот это характерно для декларативной понимания Там право для Как право буржуазного? Право у всех У вас может быть миллиардов Имейте право иметь миллиард? Имейте А я имею миллиардов А вы имеете право иметь миллиардов Видите разницу? Вся разница в этом Ну и пусть не я будет, а пусть будет Абрамович Рома Простой такой, скромный парень Или и Мордашов 17 миллиардов долларов У вас бы было 17 миллиардов Вы бы замучились бы с ними что делать Ужас Такая проблема Сейчас живете себе Хорошо? А так представляете? Нет Ну вот Это вот вторая была система Она чем велика? Она разработала диалектику Новую совершенно Вторую Систему диалектическую И наконец Материалистическое понимание истории Эту задачу решили Маркс и Энгельс Но они ее решили Как они перевернули Гегельскую диалектику И придали ей материалистический характер Кто им в этом помог? Фейербах Не сами они перевернулись Они под влиянием Фейербаха Это сделали Поэтому иногда кажется Что вот так на них все ссылаются Они прямо первоначальники И родоначальники Говорят Мы перевернули Гегеля А вы сами кто были? Они кто были? Они были младогегельянцы В группу младогегельянцев Входили Потом прочитали Фейербаха И в одночасье Стали материалистами Но в отличие от Фейербаха Они не выбросили на помойку Гегеля А они совместили Диалектику стали понимать Материалистически Они стали понимать материалистически А история нерешенный вопрос И они додумались А как додумались? Это никогда Нет никаких законов открытий Вот они открыли Что определяющим Во всей человеческой истории В обществе А у вас как раз связь с общественностью Что является определяющим Во всем движении истории Во всех общественных вопросах Что является определяющим? У вас есть связь с общественностью? Сейчас установим ее Сейчас мы установим связь Знаете как? Связь с ним сразу устанавливается Есть связь? На связь выходим Связь с общественностью Через то, что общественное бытие Определяет общественное сознание Вот этот тезис Не похож на тот, который был Там была просто материя первична а сознание – вторичное. А здесь общественное бытие, не индивидуальное бытие. Какое у вас индивидуальное сознание, нельзя это узнать. То есть, хотя Маркс по этому поводу написал, человек из Ахафьербаки – продукт обстоятельств и воспитания. Вот кто у вас мама, кто у вас папа, кто на вас повлиял, с кем вы общались, какие книжки вы читали, какие фильмы вы смотрели, о чем вы думали, при каких это все проходило обстоятельствах, какое время вы жили, и в итоге вы сформировались. Вы есть продукты обстоятельств и воспитания. Мы видим, что вроде люди почти в одинаковых условиях, они совершенно разные люди. Почему? Потому что каждый человек есть продукты обстоятельств, и вывести, какой будет человек просто из того, что он ест, нельзя. Хотя, если вы пойдете в метро, и там будете смотреть, рекламу, там написано «Я то, что я пью». Не читали такой рекламы? А вы то, что вы пьете, нет? Или вы отличаетесь от того, что вы пьете? Ну, рекламу видели такой, нет? Такая молодая, хорошая женщина там. Да, и написано «Я то, что я пью». Надо еще пьяницу какую-нибудь нарисовать, и тоже написать «Я то, что я пью». Барматуху пьет или там боярышник, и вот он, то есть. То есть нет никакого ваше положения, где вы сидите, что вы едите. И это не определяет, какой вы будете человек. А вот кто на вас повлиял? Или какие мысли на вас повлияли? Или какие мысли к вам в голову пришли? Как сложились ваши жизненные обстоятельства? Вот обстоятельства, и воспитание какое было. А кто воспитывает человека? А все воспитывают. Разные люди воспитывают. Иногда встреча с одним человеком больше значит, чем, так сказать, длительные-длительные какие-то там обучения или общения и так далее. А вот вы видели какой-то поступок человека, это на вас повлияло навсегда. Может такое быть? Может. Ну, скажем, тот же Ленин. У него брата повесили. За то, что он, так сказать, по обвинению в том, что они решили царя убить. Ну, как, наверное, повлияет, наверное, если вы вашего брата повесили? Может, повлияет. Он как-то очень твердо стоял на этой позиции. Против царизма очень решительно выступал. А он же дворянин с 16 лет. Сказал бы, ну, дворянин, чего вы выступаете против царизма? Или, ну, ладно, Маркс, там, буржуазный интеллигент. А Ингельс-то чего? У папы у него фабрикант. Потом папа умер, он стал фабрикантом, то есть фабрику получил. Ну, чего, Фридрих, дорогой, ты чего? Живи, у тебя капиталы. А он эти все капиталы, он Марксу все время помогал. Постоянно. А поскольку он был очень умный, то есть способный, а не только начитанный. И начитанный. Он что делал? Он писал всякие статьи от имени Маркса. А гонорары Марксу приходили. Поэтому многие произведения, которые были, долго потом определяли. Кто это написал? Маркс и Ингельс. Это писал Ингельс очень часто. А деньги пришли Марксу. Ну, если я вот... Фамилия у вас такая? Асанова. А? Асанова. Асанова. Вот я буду подписывать свои произведения. Асанова. И гонорарное произведение. Вдруг вам денежки придут. Скажите, а что такое? Откуда деньги? А, я же могу подписать Асанова. У меня может быть такой псевдоним. Или у вас, допустим, псевдоним литературный Попов. Вдруг смотрю, раз, получаю деньги. Это вы что-то и сдали, а подпись там Попов. А адрес у меня не секретный. Все оформили, и мне пришли деньги. Ну, это вот факт, что вот Ингельс писал, а Марксу приходил. А не то, что он получил, потом посылал. Да зачем это туда-сюда перегонять? Вот это третья система. То есть построена система, которая охватила и общество. Общественное бытие определяет общественное сознание. А вот сознание общества однозначно определяется. Если общество буржуазное, сознание в массе своей буржуазное. Если общество феодальное, сознание феодальное. Общество рабовладельческое, значит, сознание. Особенно вот когда было рабовладельческое общество и общество феодальное, то вот люди, которые против этого общества выступали, они позитивную не могли сформулировать программу. Ее не было. Правильно? Ну какая-то позитивная программа была у Спартака. Ну освободиться и этих убить. А какой строй после этого будет? А все равно этих взять в плен и сделать рабами. Какое общество они могли предложить? Или вот лидеры крестьянских восстаний, Степан Разин, Пугачев. Ну победили бы они, и что там они сделали? Ну стал бы Степан Разин царем. Добрым. Ну поскольку царь это царь, и добрым долго не будешь, потому что там расползается государство, надо меры принимать. Добрый, не добрый, а княжну уже выбросил в море. А что княжну выбросил? Что он плохое делал? А взял ее и выбросил ее. А это нехорошо. Занисарское дело так, это бросаться людьми. Даже если вы их вот в полон взяли. Ну пленников нельзя же вот так просто их выкидывать там, в набежавшую волну. А Пугачев? У него какая программа была? А никакой? Тоже добрый царь. А другое дело, вот на этапе капитализма уже появилось другое. У нового класса, который освобождался вообще от зависения, другая совершенно программа появилась. Сидели люди, собрали съезд, обсуждали программу. Вот вы можете взять полное собрание сочинений, посмотреть шестой том. Там была целая комиссия в составе Ленин, Мартов и Плеханов. Вот они подготавливали проект, программу партии. Ленин и Плеханов интенсивно там обменивались всякими замечаниями, предложениями, соображениями, как умные и начитанные люди. А Мартов ничего не сказал ни по одному слову этой программы. Он как бы в комиссии был, кивал и сидел. А потом съезд, второй съезд, это же, бывает, партия решила. Так и не бывает. Сначала подготовят умные люди, тогда партия может с этим согласиться. Вот два умных человека, основатель марксизма русского, Лиханов, и молодой марксист Ленин составили проект программы. Причем там такие вещи были очень интересные, которые вам, наверное, неизвестны. Например, потому что мы как-то Ленина воспринимаем какого цельного человека, не колеблющегося. И Плеханов воспринимаем как очень крупного такого марксиста. Вот Плеханов написал, что вот у нас будет общество, будет социалистическое общество, цель у него будет удовлетворение нужд общества. А Ленин тут пишет, «Такое общество еще и тресты могут дать. Тресты что, не дают? Нужды очень удовлетворяют? Удовлетворяют. Ну что, вас не удовлетворяют? Вот при капитализме живем же, не умираем. Нужды удовлетворяются? Ну кому-то хорошо, нехорошо, там, дескать, вам слишком много пальмового масла даются, подкладывают. Ну, живем же. А все равно умрем. Ну, раньше умрем, ну что делать? Таких людей, которые не умерли, же нету. А людям прибыль надо получить. А что же они будут? Они молочный жир убирают, а там из Африки везут топленое пальмовое масло там. Оно в таких твердых фракциях, потом во все его пихают, оно плавится при температуре 39. Если у вас болезнь, температура 39, оно в вашем организме усвоено будет. А если у вас не 39, а 36,6, ну вам не повезло, потому что оно как вот, не переварится оно. Так оно будет у вас. Поэтому вроде как все те же самые. Вы откройте любые сейчас конфеты, пирожные, откройте кондитерские изделия, торты, там что присутствует везде? Мальмовое масло, масло ши и прочее. Так что, это уже другой вопрос. Поэтому вот Кликханов пошел на встречу, а Лене что предложил написать? Давайте напишем. Для обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. И так и записали. Записали для обеспечения благосостояния и всестороннего развития всех членов общества. Курсивом всех. А то иначе вот я-то буду развиваться, а вы-то нет. Или вы будете, и вы будете, а мы нет. Нет. Надо, чтобы всех. Вот это вот требование всех отличает. Это требование, которое отличает цель социализма от любого другого удовлетворения потребности. У нас в потребности все... У меня вот потребность водку пить. Все более, полное удовлетворение, растущее. При Хрущеве на кое записали в программу. Вы что записали? Пьют люди, пейте больше. Наркотики удовлетворяют потребности. Есть потребность у людей наркотики курить? Есть. Слабые наркотики это что? Это водка. Вино, пиво. Это слабые наркотики. Куриво. А что такое наркотик? Кто-нибудь знает? Сейчас скажите, что я вам даже объясняю, что такое наркотик. За нами сейчас придут. Химическое соединение. Химическое соединение. Что вы? Химическое соединение. То есть натрий хлор я увидел, послушал вас, пришел домой. Это арабий. А я знаю, мне объясняли, что это натрий хлор. Это арабий. В зависимости влияет на психику человека. Или изменяет психику человека. Это вот так объясняли одного украинца. У него целый чемодан был. Пришли тамошенники. Так, наркотики есть? Он говорит, а что это такое? Она говорит, ну это вот зависимость, как вы сказали, вызывает. Чем больше пробуешь, тем больше хочется. Он говорит, есть, конечно. Где это, значит, открывает чемодан? Сышь сало. Сало и чемодан сало. Чем больше, зависимость, чем больше ешь, тем больше хочется. Это и есть наркотики. То есть слабо подметили, просто зависимость. Что их потребление, первый результат их потребления, что это сламывает сопротивление человека их потребления. То есть, если вы начали употреблять, вам не остановиться. Не может человек остановиться. И причем не могут, даже если это касается таких легких наркотиков, как курева, табак. Ну что такое? Ну это ерунда. Да что, говорит, элементарно. Вот сейчас смотрите, вот бросаю. И так каждый день. Все время бросаю. А бросить же не может. Не могут люди. И так пытаются. И так, которые хотят, не могут. То же самое в отношении этой самой котки. То есть, подшиваются люди. Под угрозой, что вот, если вы подшились, выпьете рюмочку и умрете. То ли на самом деле умрут, то ли их пугают так. Ну, во всяком случае, больше пугают. Что-то я не видел, что было. Ну, пугают так. Вот раз уж там вот ампула вшита, все. Жизнь вам дорогая или нет? Или вам рюмка дороже жизни? Выбирайте. И в итоге, то есть, это наркотики. А ну, а если мы возьмем наркотики, которые сейчас гуляют везде, синтетические и прочие, это же очень просто сделать. Приходят в школу, приносят. Интересно же детям попробовать таблеточкой. Бесплатно. Раз, два, три, четыре. А потом говорят, ну, надо денежки заплатить. Мама на завтрак давала? Давала, давай сюда денежки. Вот цена. А потом уже, а не, а уже, а уже сломано сопротивление потреблению этого вещества. Не может без него. Не может без него. Вот зависимость того, что говорили, уже не может обойтись без потребления. Так, ну ты там посмотри, где у мамы папы, там денежки лежат, приноси, получишь еще. Потом уже у мамы с папой все выкачали. Что нужно делать? На нее, ну пойдем, у нее сумка черная. И там в этой черной сумке достанем деньги. И пойдем. И дяденьки нам дадут наркотики. И что? И наркоманы превращаются тут же в бандитов. А потом умирают очень быстро. Не дожив до 20 лет. И это, вот, пожалуйста, реальная проблема сегодняшнего дня. У нас, то ли, с философской точки зрения пытаются решать у нас в институте философии. Вот у нас есть товарищ, который просил меня консультировать по этой части. Он говорит, это вот есть такое наркореальность. Я говорю, почему это вы называете наркореальность? Реальность, она называется общество. А вот наркотические вещества – это отрицание. Вся вот эта вот пропаганда наркотиков, вот это все действия по распространению наркотиков. Это отрицание общества. А вы это называете как реальность. То есть это реальность. А общество что? Отрицание – это реальность. Так что у вас положительное, что отрицательное? Вот вы положительное? Или ваши недостатки – это положительное? А вы как бы отрицание этих недостатков. Вы как в каком виде себя представляете? В виде чего-то утвердительного? вредительного или ничего. Мы боремся со своими недостатками. Что вы можете о себе хорошего сказать? Что я борюсь со своими недостатками. А больше нечего мне сказать про себя хорошего. То я отрицание всякой дряни. Если я буду рассказывать, что я и не убийца, не грабитель, не вор и так далее, и этими отрицаниями себя связываю со всем остальным. Ну вот, короче говоря, когда речь идет об обществе уже, вот этот тезис относится не к отдельному человеку, а обществу. Если это общественное бытие, определяет общественное сознание. Если общественное бытие построено на том, что деньги нужно получить любым путем, тогда не удивляйтесь, что у вас много производится наркотиков. Или под видом боярышника. То есть боярышники, это что сделали? Метиловый спирт заложили в банки, и в банки в автомат. Люди опускают автомат, получают отраву, пьют и умирают. И что с ними сделали? Теми, которые отравили десятки людей, что сделали с ними в нашем обществе? А, ничего. Ну что сделали-то? Погибли еще люди. А, и не то, говорит, их не заставляло-то кидать деньги в автомат и пить. Там же написано, это средство для еще для ванн. А что вы выпили средство для ванн? Кто виноват? Кто пил средство для ванн? Ну, если вы будете пить средство для ванн, умрете, это ясное дело. Ну, а что, ясно было написано. Хотя, а название боярышник зачем взяли? Потому что боярышник, как известно, в аптеке продают, ну, на спирту. И этот боярышник, вот идете, видите, на подокончике стоят два флакончика боярышника. Это была встреча, и, так сказать, люди за здоровье убивали боярышника. Это успокоительное средство сердечное. Ничего страшного не было бы. А люди взяли то же самое имя, применили к яду метиловый спирт. Все. У меня с моим дядей, Михаилом его звали, такая же история была. Шесть человек, он каталем был. Здоровый такой, катали кирпический. На кирпичном заводе в барже. По железной такой полоске. Мой отец пробовал поднять эту тачку, даже не мог, не мог оторвать от земли. А эти катали. Шестером разгружали метиловый спирт. Оставили себе ведро. Ведро выпили. Шесть человек. Четверо погибло, а двое ослепли. В том числе и мой дядя погиб. А двое ослепли. Все. И раз, и два. Как с этим бороться? Вот эта проблема. Интеллигенты борются с этим так. Вот одни руководители узнали, привезли спирт на работу вечером. На нем написано С2H5OH. Помните? Так и написано. С2H5OH. Спирт. И вот он говорит, оставим сейчас его на ночь тут. А придет ночная смена, выпьет. Что делать? Думали, думали и решили. Стерли это С2H5. Стерли. Оставили только ОАШ. Думают, увидят ОАШ. И побоятся пить. Утром приходят, все лежат в стельку. Что же вы сделали? Что вы тут не видели, что написано? Видели. А что написано? Посмотрели, написано. Он. Мы попробовали, точно он. Мы тогда взяли и выпили. Но вот есть точное определение. То есть такое вредное вещество, потребление которого первое, самое главное свойство, что при потреблении которого сламывает волю человека. Способность к сопротивлению к этому потреблению. То есть человек не может уже остановиться. Или очень волевые люди, которые через это переступают и самостоятельно выпутываются. А так вот они выпутаться не могут. А и общество не знает, что с ними делать. Ну что, их там поддерживают, лечат, а они все равно раз в день. Я ходил к жене своей в больницу. И прихожу, и в этот день должны были быть операции, там то, все, пятые, десятые. Смотрю, там все что-то грустные. В том месте, где санитарная комната, милиционер стоит с пистолетом. И труп лежит. И стоят врачи, которые должны были делать операции в всех этих халатах, стоят вот такими, перед этим трупом. В чем дело? Вечерком. А я вечером уходил, а утром пришел. Вечерком. Все ушли. Мамаша, которая, так сказать, приходила к своему сыночку, договорилась, что он завтра его заберет и уезжает. Сыночек ночью позвонил по мобильному телефону тем, кто продает наркотики. Его привезли. Уплатить, как вы знаете, тоже можно. Все же сделано. Все услуги можно через телефон оплатить. Все. Оплатил. привезли ему такую дозу, которую он запросил. Он это все потребил и умер тут же. А утром уже мамочка пришла. Забирайтесь, сыночка. Все в порядке. Ну, это вот такая, как этот товарищ говорит, наркореальность. Я его все равно убеждаю. Реальность это общество, это наркоотрицание. Это отрицание нашего общества. Не надо путать бытие и отрицание, бытие и ничто. Это относится к ничто. Не надо, самая главная ошибка это перепутать, что плюс, что минус. Общество плюс, а это минус общества. Это есть, в нашем обществе есть. Но это наше отрицание. А если оно у вас есть, а у вас. Ваши недостатки это в вас или во мне? Про вас не буду. Мои недостатки во мне. Правильно? Они в вас. Но это мои недостатки, это мое отрицание. Я с ними говорю. А они со мной не борются? Нет, они поглощают. Они так спокойно. Мои недостатки тоже борются. Попробуйте вы с каким-нибудь своим недостатком побороться. Как тяжело. Это же ваш недостаток. Он же родной, свой. Как вы с ним собираетесь побороться? Это как бы вы себя переломить хотите. Очень тяжело. Ну вот, после того, как эта проблема была решена, насчет того, что общественное бытие определяет общественное сознание, а вот индивидуального человека определяет его индивидуальный путь развития в обществе, индивидуальный, поэтому, скажем, никак вы не скажете, а как вот декабристы, дворяне выступили против крепостного права. А им говорят, давайте вы тогда освобождайте своих дворян. Нет, говорят, давайте все освободим, всех крестьян, вот это да. А мы своих не будем. Давайте вместе с вами, со всеми. Тогда их взяли и кого-то повесили, кого в Сибирь. А потом, через 36 лет, главный, как говорится, помещик, царь, взял и освободил. А что тогда с ним сделали? Ничего. А что декабристов тогда наказывали? А почему царя не наказали этого? Ну, все равно его застрелили, правда. Уже революционеры. Он крестьян освободил, его застрелили. Где логика? Что его, марксисты, что ли, застрелили? Нет. СССР. А СССР, они красивее же называются, чем РСДРП. СССР, это кто такие? Полное название. Какое вы, СССР? Не знаете? Вы, наверное, знаете. Не помню. Так вы сурово посмотрели на меня. Не помните? Дескать, мы не издешние, мы не из России. Сейчас называют СССРами наших, справедливую Россию. Тоже называют СССРами, потому что СССР. Да? СССР, это революционеры. Представляете, социалисты, революционеры. Но это круче же, чем какие-то РСДРП. Ну, что такое РСДРП? Не то, не сё. А это социалисты, революционеры. Никто с ними, если от СССР, особенно, и не считался. Все воевали с СССРами, царская власть. А эти самые большевики взяли и организовали совет, и пришли к власти, и всё. А так читали книги, изучали философию. Изучайте философию и придёте к власти. Мечта была какая у Платона, чтобы он считал, что это идеальное государство, бы это такое у него работа была государством. И в нём будут править философы. И за всю историю человечества было одно государство, в котором правил философ. Какое? Знаете? Вот наше государство было при Ленине, потому что Ленин науку и логике изучал, он был философ. И он в философской тетради не читал Ленина. Ещё есть у него большая хорошая книга «Материализм и империокритицизм». Замечательная. Вот. Вот философ. А больше кого после Ленина назовёте, кто бы знал диалектику Гегеля? Вот, может, вы первый будете. Ну, второй и третий. А так вот, кого вы можете из руководителей назвать, которые бы изучали науку и логике Гегеля? Не сможете. Они изучали. Как бы считалось, что это надо, хорошо, три источника, три составных части марктизма, но не будем мы это изучать. А у нас с вами экзотика. Мы как раз вот на этом будем делать акцент на некоторых диалектических вещах. Почему? Потому что диалектика способствует развитию ума, кроме всего прочего. Потому что мы же с вами говорили об умных людях. Вы хотите быть умными? Я, правда, прочитал другое вот вчера в газете «Метро» анекдот. Надо, чтобы в семье жена была с чёрным поясом по карате. И тогда и муж будет, всегда хорошо вести и тёща, полный порядок будет в семье. Просто всё будет. Но надо иметь чёрный пояс по карате. Тогда всё хорошо. Так. Ну вот это третья система. А есть всякие разные философские течения. И вот продолжим с вами разбор этих философских течений. Во сколько у нас? Восемнадцать сорок? Да. Вот. А что значит продолжим разбор? То есть, что у нас были за заслуживающие внимания разные течения. Вот есть много говорится о русской философии. Слышали про русскую философию? Довольно-таки странное название. Почему? Потому что вот. Ну говорят, вот Лейнгельс написал конец классической немецкой философии. То есть немецкая философия может быть, чего не может быть тогда русской, японской, китайской, эстонской, эстонской философии. То есть, философия носит национальный характер или не носит? Не носит. А? Носит. Не носит. Нет. Если это философия научная, то она не носит. Почему? Потому что философия это всеобщее, она вовсе не национальная, не только к этой нации относящаяся. Поэтому сказать русское можно только с точки зрения, что писали русские философы. То есть, которые здесь жили и которые по национальности русские. Что они писали? А если они писали то, что относятся только к русским, то они никакие не философы. Да. Вот если Гегель написал всеобщее, то вот он сто раз может быть немец. А единственным государством, в котором гегелевская философия составляла одну из основ идеологии, оказалась Советская Россия и Советский Союз. А в Германии что составляет идеологическую основу? Скажите, пожалуйста. В Германии, в нынешней. Что составляет? Вот там, вот там Гегель творил. Свобода. Да какая там свобода? Какая с вас? Свобода. Если бы у них была свобода, они бы у нас не строили тут газовые печи. Чтобы у них была свобода. Свобода у них, основу. В какой партии находится госпожа Меркель? С кем она собралась? Договорилась сделать правительство совместное. С кем? Какая партия у нее? У гражданки Меркель. Ну так, не так много женщин, первых лиц. Это первая такая фигура в Германии сейчас. Меркель. Анжела. Не знаете? ХДС. Христианско-демократический союз. А с кем она задружилась? С христианско-социальным союзом. Это христианская религия и основу идеологии в Германии составлять. А мы украли Гегеля у немцев и поставили в основу идеологии Советского Союза. И достигли необыкновенных высот, до которых немцам не добраться было. Но не немцы же запустили человека в космос, а русские. Есть такая книга Сумина. Гегель и судьба России. Он говорит, что в судьбе России Гегель сыграл гораздо большую роль, чем в судьбе Германии. А почему? Потому что это всеобщая категория. Эта категория не национальная. Поэтому, когда мы говорим о русской философии, или вам придется слышать русские философы и так далее. Ну, во-первых, русская философия, философы русские подзадержались. Уже когда на Западе вовсю развивалась философия, а у нас еще конь не валялся. Поэтому у нас наши великие художники слова. Пушкин, Лермонтов, да. А вот философов, да они появились позже. Вот что можно сказать, что самостоятельное творчество в области философии начинается в России лишь во второй половине XVIII века. А в XIX веке начинается эпоха ее интенсивного развития. Когда в России стали просыпаться философская мысль, на Западе давно шла напряженная, активная философская жизнь уже. Особенность русской философии. Это совмещение ученичества и свободного собственного творчества. А ученичества было очень много. Ездили на Запад поучиться этой самой философии. Наличие на Западе богатой и творческой жизни имело как положительное, так и отрицательное значение для России. С одной стороны, приобщаясь к философии Запада, русские люди как бы сокращали для себя путь вхождения сложной философской проблематики, да, быстрее проходили этот путь. И с другой стороны, собственное творчество было стеснено. Если вы будете все слушать, что вам другие говорят, а сами не будете думать, так и не научитесь думать. Что нужно делать поэтому? Не только читать. Если у вас есть полчаса времени, что нужно делать? Сколько читать? В книге читать сколько времени? Если у вас полчаса времени есть. Говорил, говорил я вам, что такой умный человек. А? Пятнадцать минут читать, пятнадцать минут думать. Сидите так, вы не делаете так вот? Сейчас, а что вы делаете-то? Думаю. Ну, думать надо или нет? Если не будешь думать, не научишься же думать. Ну, почитали, вы обдумаете. И не только это обдумаете, а в своей мысли, так сказать. Куда это встраивается? Что нужно в своем видении что-то, может быть, пересмотреть или, наоборот, упрочить и приспособить? А если у вас час? Ну, полчаса читаете, полчаса думаете. А если у вас десять часов? Вы когда-нибудь думали пять часов? Сомневаюсь. Ну, за день, может быть. Сомневаюсь. Потому что люди кидаются, у них есть пять часов, они начнут читать, читать, читать. Чего вы все читаете? Читение – это потребление чужих мыслей. Потребление. А если вы будете все время чужие мысли потреблять, то кто вы будете? Потребителями чужих мыслей. А не самостоятельными мыслителями, а потребителями. Вы кого еще хотите сделать? Самостоятельных людей или вот таких, которые вот им будут рассказывать, как я вот вам сижу и рассказываю, а вы потребляете? Мы паразиты. А? Мы паразиты. Это сейчас вы паразиты, а когда вы будете на экзамене, то я буду паразит. Почему? То я буду сидеть вот так. Ну, рассказывайте. А вы будете рассказывать. Вы будете воспроизводить знания, так? Воспроизводить знания будете. Сейчас вы их как бы потребляете, а тут вы будете воспроизводить самостоятельно. А я еще мало того, что буду, я еще и спрашивать буду. А это почему? А это что? Вот я такой еще потребитель. Да еще знаете, как эти вот такие, какие есть потребители, которые все им не нравятся. Это не то, не так. Это не так. Платье не такое. Материальчик не то. Цвет не то. И так далее. То есть я еще такой потребитель малоприятный в этом смысле. Представляете, вот вы будете мне со всей душой рассказывать. Я говорю, нет, это не так. Это не то. Это не так. Но я кто буду, все равно буду потребителем же. А вы будете производителем. Надо понимать, что вот это. И это у нас еще мало. Но у нас есть курсовые и дипломные, где вы точно уже не потребителями выступаете. Правильно? Если вы пишете курсовую работу. Курсовых работ сколько написано вами уже? Три. Ну, представляете ли? Три. Три работы написано. И ни одна не тянет на публикацию? Оформили бы ее как статью или как книгу? Нет? А что вы так пишете? А что вы ждете? Когда постареете, что ли? Вы ждете, когда состаритесь? Почему вы не опубликовали свои мысли хорошие сейчас? Ну, вам все запрещается публиковать? Книги запрещаются вам писать статьи? И я удивляюсь, вот почему люди ждут вот так вот. Странно. А потом у вас другие же проблемы будут. Тем более дети когда-то, они будут кричать. Спать невозможно. Они будут кричать и надо бегать. Я, например, к детям вот по ночам все время вставал. До этого я не знал, как это люди стоят, спят или сидят. Ну, все-таки прекрасно уже трамваи так. Я так на первом курсе могла застать на первом положении. Да, ничего, когда она вообще не поспишься, да, и... Сейчас у вас золотое время, пишите, печатайте. А мысли у вас все время будут идти. И чтобы мысли шли, что нужно, нужно что-то такое завести, чтобы мысли разрабатывать тему. Дипломную работу вы пишете свою? Почему? Ну, как? Что в году? Это в году сдавать надо. А почему сейчас не пишете? Ну, как вы мне... Вы можете мне разумно объяснить, вот, оправдаться, что вы сейчас не пишете свою работу? Я могу. Не можете. Да это ваше оправдание даже не принимается. Вместо того, чтобы окончательно тему выработать, утрясти. Я даже еще тему не могу определить, потому что мы с преподавателем не решили то, что нам будет известно пока в сентябре, потому что у меня будет дипломный проект. Это тема ваша. Вы со своей головой сначала посоветуйтесь. Со своей головой. Я с преподавателем. Преподаватель отвечает. Вот вежливые иностранцы, они пишут в статьях так. Я большое спасибо Иванову, Петрову, Сидорову за ценные замечания, предложения, а за ошибки я несу ответственность сам. Ну, это ваша работа, ваша. А вы где с теми посоветесь? Да сковетесь хоть с дьяволом. Ну, это вы же там написать. А времени у вас не будет. Чем больше вы пишете, то есть, чем больше у вас времени на это, пойдите, найдите, договоритесь тему, определите раньше, кто вам мешает. Оформите потом. Есть содержание, есть форма. Ну, хорошо, детей рождают. Когда их называют? До рождения или после рождения оформляют? Ну, после. Ну, так так же. Ну, что, ну, вам что мешает, вот сидите и пишите сейчас. А потом, когда наступит время оформления, тогда вы окончательно поставите точку. Ну, писать-то вам никто не помешает. А если получится, что у вас оно разойдется, вот то, что вы написали, это одно, а диплом другое, но то, что вы написали, если это хорошее, это как опубликовать? Ну, как люди пишут статьи? Вот как вы думаете, я вот делаю это? Вот у меня, значит, порядка, ну, 330 работ. Ну, что, сейчас я приду, сегодня я там возьму и напишу статью. Я отправлю в журнал, и все. А вы почему не отпишите? Ну, вы же лучше и молодее, и красивее. А вы не пишете. Но у меня нет только знаний. Не надо знаний. Мы же с вами говорили, кто такой умный человек. Не надо эти знания. Не надо эти знания, это портит цвет лица. Знания делают ваш мозг стандартным. Вы начинаете подстраиваться под книжки, которые вы читали. А нужно, а статья читается, публикуется, если она содержит новизну. Как она может быть получиться новизна? Вы будете читать, и привыкнете к этому, и встроитесь в эту колью, и сзади, и там. Вот знаете, как вот коровы когда идут, большой толпой, и вот там много-много следов коров. Вот вы по этому месту идете, и думаете, у вас будет свежая мысль. Не будет у вас свежей мысли. Я прекрасно научу, потому что тоже. Не будет. Я не буду ничего читать. А требование от любых научных работ, требование какое? Новизна. То, что вы напишете, это никого не волнует, что вы написали. Есть там новое? Публикуется. Нет нового? Идите отсюда. И все. А как новое сделать? А как новое? Какие законные рождения нового? Новое не повторять. А как не повторять? Не приспосабливаться к этому, к тому, что все пишут. Вот табун идет куда-то, и вы туда же. Ну там уже все раскопано. Вот там вот эта золотая жила, уже все там разработано. Уже там драга прошла, уже вся природа изуродована. А вы туда рвануете. Как это не что-то новое, если я не знала? А вы потому что должны 15 минут думать и 15 минут считать. А вы думаете нисколько, ноль, а целые полчаса. Сами признались честно здесь, что полчаса вместо того, чтобы думать, не даете себе думать. Вы себе запретили думать. И как же вы разберетесь? Никак не разберетесь. Вот так и русская философия. Русская философия имела свое, она старалась освоить философскую мысль западную. Ну и пыталась и какое-то свое творчество. И когда уже началось свое творчество, да, появились и русские философы. Известные какие такие русские философы. Разночинцы. Белинский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов, Писарев. Причем про Чернышевского можно сказать, что он самостоятельно пришел к диалектическому материализму. К которому пришел Маркс. Чернышевский, величайший, так сказать, в этом смысле философ. А почему он пришел? А потому что он не огранчивался, только вот чтение. Думать надо еще. На этой вот такой хорошей ночи мы с вами и завершим сегодняшнее занятие. Ничего плохого я вроде вам такого не посоветовал. Не знаю, может, вам не понравится, что надо еще и думать. Не знаю. Скажешь, все это нам доказывает, что нам хотят сказать. Вот человек, сразу усвоила. 15 минут думаем, 15 минут читаем. Все, пойдем думать. Да, идите думать. И думайте до следующей лекции. Думайте, а на лекции, когда лекция составит маленькую толику, а все остальное вы думаете на этой теме. Представляете, как здорово? Вот она, мечта-то, преподаватель. Спасибо. Причем в живом виде, пожалуйста. Причем в живом виде, пожалуйста. Причем в живом виде.